От 5,5 тысяч до 6,4 тысяч рублей. Зарплата врача скорой помощи в зависимости от категории. Фельдшеры в среднем получают 4 тысячи рублей в месяц. Бывают премии раз в квартал. За эти деньги медики ежедневно выезжают и спасают жизни. Но работать готовы не все. Скорой помощи не хватает специалистов, врачей, фельдшеров, диспетчеров, водителей. На каждые 10 тысяч человек одна карета скорой помощи. То есть получается на город-миллионник порядка 100 машин скорой помощи. С учетом того, что есть специализированные бригады, то есть разные формы подсчета, где-то от 85 до 100 машин должны выходить ежедневно на линию. У нас выходит 42-46. И это не недостаток машин, а недостаток кадров. Недостаток бригады вынуждает диспетчеров делать выбор. На какой вызов ехать надо срочно, а кто может подождать. Например, инфаркт и инсульт – это первая категория, которая не требует отлагательств. А вот пациента с высокой температурой или переломом ноги могут подождать. У Людмилы Ледневой открылось кровотечение желудка. Вызов первой срочности. Женщине повезло. Скорая приехала за 15 минут. Вызвали скорую помощь. Быстро приехала. Там от госпиталя инвалидов войны. И сразу ребята определились, меня сюда доставили. Сразу помощь оказали. Кровотечение приостановили и температуру сбили. И я уже минут через 20 спала, как ребенок. О повышении зарплаты врачам в областном Минздраве пока не говорят. Зато с этого года вводят бесплатное обучение и повышение квалификации для выпускников медицинских вузов. Заниматься этим будет Центр медицины катастроф. Под его крыло перешли 4 станции скорой помощи. Самарская, Тольяттинская, Сызранская и Новокубышевская. За счет молодого пополнения рассчитывают покрыть кадровый дефицит. Мария Иваткина, Валерий Шаронин. ГИС. События.